Девушки отдыхают Нафига я приехал? Да, тут опять дурдом сегодня У меня голова раскалывается, не могу Все, я домой Ага, пока Извини, а не подскажешь, где выход? Ты с кастинга? Ну да, по-другому говорила на этот идиотизм Ну пойдем, покажу Слушай, а если ты такой добрый Может к метро подвезешь? А то ты так лень пехом пилить Ну ладно, пойдем Ого Твоя? Ну моя А это че тебе? Нифига себе Откуда? Колись Че ты лезешь? Это подарок Прячу, чтобы мать не нашла О, кто нас посетил, а? А че это ты про дом-то помнил? Или опять деньги нужны, а? И вам доброго утра А вам, как обычно, спокойной ночи Что, замотали бабы? Тогда ты уже за башку возьмешься, а? Свет! Света! Куда ты смотришь? Я перед тобой Садись давай Нифига себе Это че за тачка? Это мой парень дал покататься Расстегнись А это че? Знакомая распечатка Ты часом не на ХГЧ кровь сдавала? Да не твое дело Че ты все хватаешь? Дед Глеб, спаси меня Глеб, эта девка носит твоего внука Хочешь увидеть живыми? Готовь миллион евро На третью ночь без ментов КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне вот это вчера на лобовое стекло машины засунули. Какая-то девка, якобы беременная от нашего сына. Там просит выкуп. Я вообще сначала подумал, что это розыгрыш какой-то. Хотел выкинуть, но... Ну что? Что-то еще произошло? Да нет, нет, нет. Ничего не произошло. Я просто показал это сыну. Спросил его, что это за девка. Он клянется, что знать ее не знает. Ну, вот по его реакции, знаете... Короче, у него их столько было, что он действительно может ее не помнить. Или не хочет помнить. Ну и кто это, а? Да понятия я не имею. Да разводка это. Мне вчера такую же фотку кинули. Я порвал ее, и все. Не знаю, кто это. И это точно? Да, точно. Так, ты не знаешь ее, или ты ее не помнишь? Есть шанс, что ты в клубе, или у своих приятелей, я не знаю, там, по дури или по пьяни, перепихнулся где-то с ней в темном углу. А что такое? Перепихнулся с ней где-то в темном углу. И она на самом деле залетела от тебя. Да не помню! Может, и залетела? Там, на обратной стороне, ссылка с паролем. Видеофайл в удаленном файлах хранилища. Та же девка. И еще. Надо было написать ответ. Ну, чего скажешь, товарищ компьютерный гений? На вскидку запись подлинная. По крайней мере, ее не обрабатывали. Просто выключили камеру, поменяли лист с надписью и опять включили. Но само похищение может быть и сценировкой. Женя, Бура, Звезда, ток-шоу. Чем дальше, тем больше. Отец, крупный бизнесмен. Может, кто-то на дурачка решил миллионы евро срубить. А может, и не на дурачка. Надо попробовать установить личность похищенной. Пробьем всех недавно пропавших девушек. А отследить, откуда загружали эту запись сможешь? Можно попробовать. Но это файл хранилища с хорошей активной защитой. И, думаю, их программисты сразу начнут действовать. Боюсь, понадобится много времени и ресурсов. Быстро не получится. В ФЭС обращается бизнесмен Глеб Буров. Он показывает фото неизвестной похищенной девушки, за которую требуют выкуп. Похитители утверждают, что девушка беременна от сына Глеба. Сын старается убедить своих родителей, что не знает похищенной. Вы написали ответ похитителям? Нет. Нет. Я не знаю, что мне делать. Что, платить миллион евро? Непонятно за кого? Да что, это вообще исключено. Я вообще хотел конверт выкинуть. Но с другой стороны, если там действительно какая-нибудь девчонка, ее могут убить. Мне бы этого не хотелось. Вы согласитесь поучаствовать в обмене? Разумеется, с нашим прикрытием. Послушайте, вот с вашей точки зрения, это похоже на розыгрыш, а? Гадать бессмысленно. Нужно время, чтобы прояснить ситуацию, попытаться выяснить, кто эта девушка. Ладно. Считайте, что предварительное согласие я дал, а дальше мы уже там скорректируемся. Что касается денег. Если действительно будет обмен, понимаете... Это наша проблема. Хорошо. Да ладно, Евгений. Ну, хорош скромничать. Все же знают, Женя Буров, звезда интернета. У тебя баб не боится по пять штук каждый день. Конечно, я их не упомню, что я тебя понимаю. Блин, это все туфта. Пять-десять. Имидж ли ток-шоу. Да у меня их не так уж и много было. А это я не помню. Это разводка. Разводка. Ну, даже если это разводка. Если мы их поймаем, и когда мы их поймаем, они все получат реальные сроки. Так что они серьезно рискуют, если они об этом знают. Что бы мы по-настоящему не рискнуть, а? Ты точно ее не знаешь? Я ее не помню. Да у меня баб сколько этих каждый день. Мимо меня проходит. Любую фотку мне покажите. Наверняка какая-нибудь из них на нее да похожа. Все, этот разговор ни о чем. Если вопросов больше нет, отпустите меня. Ладно, Ладно, Евгений, не кричусь. Пойдем, провожу тебя, пойдем. Закончили в Жене Бурову. Не думаю, что он у нее вызвал во столько перспективы стать молодым папашей. Ты думаешь, что он узнал девушку, но специально не говорит, чтобы избавиться от нее? Надо иметь в виду все варианты. И сходить из наихудшего. Спасибо. Мама? А ты что здесь делаешь? Ты тут. Что делаю? Дерьмо за тобой разгребаю. Мам, ну не здесь же, а? Я могу вам чем-то помочь? Возможно. Ты что стоишь? Уходишь, вот и уходи. Если не хочешь слушать, что я о тебе думаю. До свидания. Пропуском сдай. Так чем могу? Как ребенок. Не понимает, что все это серьезно. Здесь записи с кастинга и остатки распечатанных анкет девушек, которые пробовались на наше ток-шоу. Не все, конечно, но ведь надо же что-то делать. Вот я и подумала. Что та похищенная может быть среди них? Вполне вероятно. Либо Женя подцепил ее где-нибудь в клубе. Ну, спасибо за помощь. Жень, ты чего? Блин. Меня в ментуру вызывали. Что случилось? Да какие-то козлы. Отцу фотку телке связанной подкинули. Типа похищенной. А там надпись, что она ждет от меня ребенка и требует выкуп. Миллион евро. Фига себе. А ты ее знаешь? Да что я всех помню, что ли? Меня второй день прессуют. Вчера предки, сегодня следаки. Слушай, а у тебя выпить что-нибудь есть? Да. Виски будешь? Для подарков держу. Да, отлично. Все. Я закончил с распечатками анкет. Тут наше похищенное нет. Могу начать смотреть анкеты с компьютерной базы? Нет. Нечего нам обоим этой фигней заниматься. ты действуешь стандартными методами. У этого Жени Бурова наверняка в соцсетях есть фангруппы. Надо их проверить. Не знаю. Я в клуб поеду. Расслабиться надо. Рано не ждите. Пока. Пока. Я готов. Вань. А ну-ка, погляди-ка. Я нашел очень похожую девушку. Правда, она не из фангруппы. Просто посетитель. Похожая. Запусти анализ лица. Ну, на. Отлично. Я же говорю, наши методы о том, какие-то анкеты позапрошлый век. И кто это? Мария Викторовна Емельянова, студентка Московского строительного эксплуатационного колледжа. Постоянная регистрация в Кладинске. Жил в двухкомнатной квартире вместе с матерью. Работает на кабинете быстрого питания. Что она фангруппе делала? Интересовалась лично жизнью Жене Буровой и его семьей. На, выпей. Расслабься. Ты, по-моему, той ночью так и не уснул. Тебе надо выспаться. Не переживай так. Разберемся. Рад бы не переживать. Да не получается. Слушай, а если у нас действительно внук будет? А сынули-то наш, а? Ему же все как сгрусь и вода. Ну что, он опять на танцульке ускакал? Да, ошибаешься. Это у него защитная реакция такая. Пытается отвлечься. Да брось ты, Тон. Ну какая защитная реакция? Упустили мы сына, понимаешь? Упустили. Алло, Галь, я. Короче, Мария Емельянова в общежитии не появлялась в прошлой пятнице. Соседи говорят, вы уехали домой, в Клавдинск. Понятно. Жди там, сейчас Котов за тобой по дороге заедет, поедете в Клавдинск. Нужно проверить квартиру Емельяновых. Да нет, не разносчиками пиццы. Будете сотрудниками горгаза. И на майского не забудь бронежилет надеть, а то начнет геройствовать. И вообще, если что, никуда не лезьте. Сразу спецназ вызывайте. Ну это как обычно. Мобильный Мария Емельянова отключен с вечера воскресенья. Последний раз он регистрировался в Клавдинске. На ее личной страничке в соцсети нет никаких намеков на беременность или связь с Женей Буровым. Зато поставлен статус влюблена. Но никаких упоминаний о том, в кого влюблена. Если похищение не разводка, то обязательно должен был причастен какой-то близкий ей человек. Регулярно созванивалась Емельянова только со Светланой Лиховцевой. У нее тоже страничка в этой соцсети. Может там есть что-то? Так, Маша Емельянова тут отмечена как лучшая подружка. Ой, да она была подружкой Левест на свадьбе Светланы полгода назад. Ничего о беременности. Или о парне Емельяновой. Ничего нет. Надо бы как-то подкатить к этой Лиховцевой. Пообщаться с ней. Выводить информацию, не вызвав подозрения. Лиховцева замужем. Пробей мужа. Так, а вот это интересно. Мобильный Лиховцев в понедельник и во вторник рано утром перемещался в Москву. В соту дома Буровых. Погоди, в понедельник письмо с требованием выкупа пришло к Жене Бурову, а вчера его отцу. Уж не письма ли она отвозить ездила? Где она сейчас? У нее мобильный переместился с СОТ рядом с Клавдинском. Там две деревни и дачный поселок. В той же сочи сейчас находится и мобильный муж Светланы, Олег Лиховцева. Кстати, он там с вечера воскресенья. Олег работает охранником в Клавдинском торговом центре. А сейчас, пожалуйста, тихо. Ваня, Ваня, ты что делаешь? Ты что, звонишь ему, что ли? Нет, я расписание узнаю. Алло, здрасте, я вам уже звонил. Я у вас там ключи потерял на выходных. Охране коллег обещал сообщить, если найдутся. А когда его смена? И когда он теперь будет? Понятно. Спасибо. Он работает сутки через трое. Последний раз выходил в субботу, на следующий раз в среду. Но он подменился. Он выйдет теперь только в следующую субботу. Замочек, вроде бы, простенький сейчас. Походу, эта мать Маши, живая, пьяна в Зарбадан вон тут. Надо наркологичку вызывать, пусть откачивают. Да, от Мишки, там одна комната заперта. И пойдем. Подержи. Твоя косметика и вообще, вся хата раздобана в хлам, видимо, у меня неприлично. Я думаю, что это комната дочери. Ну, в любом случае, девочка из такого социального слоя вряд ли могла бы заинтересовать Жене Мурова. Да больно-то ему интересно, из какой она семьи. У него какой интерес? Перепихнулся и забыл. Зря ты так. Мне кажется, Женя не такой примитивный тип. О, беру свои слова обратно, посыпаю голову пеклом, я не прав. В ФЭС обращается бизнесмен Глеб Буров. Он показывает фото неизвестной девушки, за которую требует выкуп. По утверждению похитителей, эта девушка беременна от сына Глеба, Жени. Сам Женя говорит, что не помнит похищенной. Выясняется, что девушка на фотографии – это студентка колледжа Мария Емельянова. В ее квартире находят фотографию Маши и Жени. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это, похоже, единственная подруга Марии Емельяновой, Светлана Лиховцева и ее муж Олег. Мы подозреваем, что они причастны к исчезновению Марии. Где они сейчас? Их мобильники находятся в дачном поселке под Кладенском. Там у тетки Олега дача. Правда, в этом поселке зимой никто не живет. О, черт! В фан-группе Жени Бурова появилась информация, что он сегодня зачем-то ездил к нам в ФЭС. А откуда узнали? Кто слил? Не ясно. Надо торопиться с Лиховцевыми. Кость, ну иди следы, понятно. Лиховцева шла. А вот там еще чьи-то следы. Только их снежком запорошили. Ведут они не в двери, а как вон. Пойдем глянем. Ботинки туристические. Щит отогнут. Засох и что-то драли. Потом щит оторвали. Открыли окно и сбежали. О, следы походу женские. Пойдем-ка по ним пройдем. Пойдем, посмотрим, куда идут. Так, стоп. Вик, здесь женские следы заканчиваются. И дальше кого-то волокли. О, ботинка-то туристические, точно такой же. Заметали-то возле дома. Костя, иди сюда. Емельянова тут. Жива? Жива-жива. Жива-жива. Замерзну только очень. Ну-ка, посвяти. Голову пробил и бросил. Так, ну-ка. О, ты господи. Надо до машины ее, что ли, тащить. Давай-давай. Все это самое, дача потом займемся. Креста с тобой вызывать? Ага, обязательно будем вызывать. Обязательно. Олег. Олег, холодом тянет. Не чувствуешь? Че? Ты дверь нормально закрыл? Да, ну это откуда-то. Она сбежала. Давай за ней, быстро! Фонарь возьми! Черт, следы какие-то. Воры, что ли, лезли? Они щит отогнули. Вот она и выпрыгнула. Она не могла далеко убежать. Стоять! Стоять! На колени! На колени! На колени! Здесь они Емельянову держали. Слышите. Понятное дело, в той комнате вообще улик полно. Вещи Емельяновой, вот записки эти. Вот, кстати, ее последнее следование на Хагача. Пять недель бременности. Но самое интересное, Костя, Гранька. Обручальное кольцо. А, дорогущее причем. Вот говорил я, не так просто это, Женя. Не так просто. Галь, доброе утро. Доброе. Прислали отчет из больницы с результатами внешнего осмотра Марии Емельяновой. И что там? Анализы и УЗИ ей сейчас делают, но в принципе картина ясная. Сотрясение мозга и многочисленные ушибы и кровоизлияние в области живота. Пытались избавиться от ребенка. Помогли избежать и тут же избили. Если бы Майский и Котов ее не нашли, она могла бы умереть от переохлаждения. Светлана Михайловна, ну как же вы могли похитить лучшую подругу, да еще в состоянии беременности? Вы не поймете. Почему? Попробую. Ее всю жизнь все шмарили. Еще с детского сада. У нее же мать алкашка. А она сама, как будто ее это не касается. У нее с детства мечта была, что она вырастет, выйдет замуж за крутого чувака и уедет в Москву. А мы все останемся. Это всех бесило. Многих. Мне было забавно. А она действительно в это верила. Училась. Чуть ли не с медалью закончила. Колледж нашла с общагой, чтобы уехать. Ну то есть целенаправленно шла к своей заветной мечте. А успехами она с вами как, делилась? Да я сама увидела. Духи дорогие, цепочка, смартфон последний. Она все прятала, особенно от матери. А потом я ее увидела в Москве на шикарной тачке. Извини, в чьей тачке? В чьей? Самого Жени Бурова. Оказывается, она с ним на кастинге познакомилась. И он реально мне влип. До поры до времени скрывал от родителей. Они б не одобрили. Это че? Открой. Нифига себе. Это он тебе предложение сделал? Да. Тот анализ крови, он правда был на ХГЧ? Да. И какой срок? Второй месяц. Представляете? Женя Буров с этой чмошницей. Я, блин, второе место на конкурсе красоты. Мисс Клавдинская была бы первая, если бы переспала с кем надо. И я продавщица в супермаркете, мой муж Галима охранник, а она… Обидно. А это вам в голову пришло ее похитить? Это не мне. Я хотела, типа, ноги переломать или кислотой плеснуть. Но это так, несерьезно. А мой муж Олег дельную мысль предложил, что надо бабла стрясти из Буровых. А где вы ее похищали? У нас, по дороге на станцию. Мы ее не били. Просто отвезли и заперли на даче. А мой муж ее караулил. А вы, значит, письмо Жене отвезли? Да. Только там какая-то непонятка вышла. Я же смотрела, он его тут же порвал и выкинул. Я подумала, не понял. И тут же второе письмо зарядило уже его отцу. Ну, он вчера и ответил, что согласен. Чего за фигня? Чего за фигня? А? Чего? Женя что, своей невесте подделку подарил? Духи ненастоящие. Погоди-ка. Обалдеть. Ай да Буров. Кольцо тоже ненастоящее. Это не Буров. Что? Как? Почему? Справку Хагача тоже он ей подарил. Шрифт, циферка разная. С ним поработали на компьютере. Дорогие мои, скажите мне, пожалуйста, с чего вы решили, что Емельянова беременна? Хотя бы с того, что она сама себе нарисовала повышенный уровень ХГЧ. И сама себе дарила поддельные подарки, чтобы все вокруг подумали, что Женя Буров ее жених. И похитили. Чтобы бабла с Буров стрясти. А он не мог понять, то ли, то ли, правда, от него какая-то фанатка залетела, то ли нет. Я не знаю насчет Бурова, но кто-то был точно уверен в беременности Емельяновой. И кто-то очень хотел эту беременность перервать. Потому что били ее целенаправленно в живот. У нее многочисленные повреждения внутренних органов. А вам смешно. Скажи, как тебя угораздило, а? Ну как вообще могло? Женя Буров сама себе эти подделки дарила. Но Светка все равно не разбирается. Кстати, а откуда у тебя эта фотография с Женей взялась? Он меня подвез с кастинга до метро один раз. Наверное, уже не помнит. В общем, может быть. А, зато ты узнала, какая у него машина, и потом взяла в прокате на один день такую же, чтобы перед подругой похвастать. Погоди, это ж сколько денег-то надо на это все? А ты там получаешь, что там на своем комбинате там? Вот что получила, то и потратила. Ладно, ладно, не грубись старшим. Отыграться-то хотела, да? Подругу заставить. Завидовать, да? Подругу. Да какая она мне подруга? Она все мои секреты рассказывала. Я только в последнем классе узнала. Давай по делу, ты вот что мне скажи. Кто тебе ночью окно открыл? Ты видела? Как где-то вот в лицо. Кто убедил тебя потом? Нет. Я вообще никого не видела. Так, кто-то ночью нашел, где держали Машу, но хотел он избавиться только от ребенка. Этот кто-то знал подробности похищения. Скорее всего, это кто-то из окружения Бурова. Хотя эти горе похитителей Ховцева, те еще конспираторы, спрятать практически до своей же дачи. Запросите записи камеры наблюдения на дороге в Клавдинск и проверьте все машины, проехавшие ночь туда и обратно. Если будут спрашивать, делай искреннее удивление, как будто впервые слышишь. Да. Так. Ну что у тебя стряслось? Это не у меня. Это у него. В его фан-группе появилась информация, что вчера он был в полиции. Кому ты это говорил? Да никому. Только Ларисе. Только Ларисе. Сдурел совсем. Что ты ей рассказал? Да говори ты, черт подери! Ты что, не понимаешь, что только мы с матерью за тебя переживаем? Только мы с ней делаем для тебя что-то? Все остальные делаю только для себя! Что ты ей сказал? Да все сказал. Да и про похищение и про выкуп. Про беременность. Нет. То есть, я ей вот фотку показал, а там, там написано было. Господи. Фотку? Зачем ей? Да я спросил, может она помнит эту девку? Все, я нашел. Этот автомобиль вчера вечером проехал из Москвы в Клавдинск и вернулся ночью. Чей он? Машина принадлежит кинокомпании Ириной Буровой. Господи, что там еще? Это ФС. Да? Да, я. Какая машина? Да, знаю. Ею пользуется помощница генпродюсера Лариса Григорьева. Ага. Ну, у нас в компании все его горячие поклонницы. Выкуп отменяется. Они ее освободили. Сделали. Замечательно. Спасибо вам огромное. Значит, похищение, разводка. Да подожди ты, подожди. Господи. Ты мне скажи, кто она? Она действительно беременная? Похищение реальное. Беременность, разводка. Ну, подожди, ну что, ну что, ну хватит, я не знаю. Лучше было бы наоборот, ну, похищение, разводка, ну, все остальное. С ума сошел? Ну, какая я тебе бабушка? Здравствуйте. Позвольте, пожалуйста. Вы Григорьева Лариса Дмитриевна? Да. Я майор Майский. Это капитан Котов из федеральной экспертной службы. Вот, пожалуйста, ознакомьтесь. Это постановление о вашем задержании. Я смотрю вашего автомобиля. Пока читайте ключики, будьте добрые. Ксения Сергеевич. А это ваши ботиночки? Мои. Я всегда их с собой беру, когда съемка на натуре. Серега, это, по-моему, те самые туристические ботинки. Да, именно эти ботинки были ночью у дачи. Именно в них избивали Машу Емельянова. Тут ее кровь. Думаю, Лариса сразу вычислила Машу точно так же, как и мы. Ну, правильно. Или в анкетах ее нашла, анкету спрятала. Проследила за Машиной лучшей подругой с Светой. Ее место работы указано в соцсетях. Света привела к даче. Лариса помогла Маше сбежать и тут же ее избила. Уж очень хотела она избавить своего горячо любимого Женечку от ненужного ему и ей ребенка. И, кстати, информацию о том, что Женя вчера был у нас, слили именно с Ларисиного компьютера. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений Глебович. Проходите, присаживайтесь. Слушаю вас внимательно. Я узнал, что вы арестовали Ларису Григорьеву. Задержали. Это из-за машины, да? Я не могу обсуждать материалы дела. Ну, понимаете, это единственный человек, которому я доверяю. Она не могла слить информацию обо мне в сеть. Да понимаете, ну, просто не могла. Она такое обо мне знает. Я с ней делился всеми своими проблемами. Любыми, понимаете? Ради любимого человека тоже можно пойти на преступление. Да какое преступление? Какое преступление? Да если это из-за машины, то имейте в виду, второй комплект ключей находится в кабинете у Ларисы в студии. Любой может взять. А где стоит по ночам сама машина? Во дворе у Ларисы, около ее дома. Сегодня ночью точно там стояла? Да. Мы под вечер приехали к ней, а утром она отвезла меня домой. То есть ночью вы были у Григорьевой? Да. Может, Женя хочет Григорию выградить? Или он был на даче вместе с ней? Так у вас следов на снегу не было. Что-то тут не так. Чего там? Не там, а тут. Фрагмент синтетического волокна. Изготовлены по эксклюзивной технологии специально для вязки высококачественных горнолыжных носков. Ларис, вроде не увлекается горными лыжами. Да если бы увлекалась, такие носки стоят дороже этих ботинок. Раз в два. А что там наш золотой мальчик говорит про второй комплект ключей от автомобиля? В кабинете Григория вроде их не нашли. Их еще не успели вернуть на место. А по идее-то должны были вернуть. Иначе их отсутствие могло вызвать подозрение. Это бесполезно, Ирина Степановна. У вас скрытая камера снимала. Хлеб Евгеньевич, скажите, пожалуйста, сегодня ночью ваша супруга где была? Что значит где? Здесь, со мной? С вами. Тогда такой вопрос. Уж извините. А вы крепко спали? Что? Крепко вы спали сегодня. Ничего не беспокоило? Да нормально я спал. Но вот позапрошлый ночью что-то не мог заснуть. А в этот раз как убитый спал. На всяких случаях сделан у вас доброхровенный анализ. Отчего у вас такие сны сладкие. Да, вы не подскажете, где ваша жена хранила носки? Простите? Носки, ну, для ног. Где она хранила? Не знаю я. Ну, где она хранила? В ящиках, в комоде. Логично. Да, это те самые носки. На них грязь с ботинок Лариса, а внутри пот в жировой частицы петели Ирины Буровой. Что связывает Буровым с избиением Марии Емельяновой. Все еще проще. На носках микрочастицы крови Емельяновой. Видимо, Ирина испачкалась от края ботинка, когда разувалась. Ну, что ж, дорогие мои. В крови Бурова обнаружены следы сильнодействующего снотворного. Вы нашли информацию о Емельяновой и ее лучшей подруге, накачали мужа снотворным, взяли машину и кроссовки Ларисы Григорьевой, проследили за подругой Машей до дачи, освободили и избили Машу, чтобы прервать беременность. Вы же сказали, она не была беременна. Не была. Но вы-то об этом не знали. Хотели избавить сына и от ненужного ребенка, и от ненужных юридических проблем? А Григорьеву вы зачем подставили? Все за тем же. Она тихой сапой почти прибрала Женю к рукам. Он доверял ей больше, чем нам с отцом. Можно было просто уволить? Я слишком поздно поняла. Он уже увяз. Он не мог и шагу ступить, если с Лариской не посоветуется. Ясно. Хотели дискредитировать ее в глазах сына. И информацию о визите Жени с компьютера Григорьевой тоже вы нам отправили? Знаешь, я вот что думаю. А дальше-то ты что делать собиралась? Ну вот с этим животом, там с беременностью, с женихом что делать-то? Я понимаю, живот подложила там еще как-то. Ну а дальше-то как? Потом? Так не было бы никакого потом. Вы что, сериалы не смотрите? Я бы типа потеряла ребенка в какой-нибудь катастрофе. Потом жених меня предал и бросил. А как же репутация, восхищение подруг, зависть? Их ты же всем нос утерла, а тут такой кайфолом. Это же фиаско, провал. К этому времени я бы уже встретила настоящего парня. Настоящего? Да. То есть ты так действительно думаешь? Я не думаю, я знаю. Надо только немного потерпеть. Двое вышли. Спокойно, Серега, не торопись. Серега, давай! Давай! Пошли, пошли, пошли! У нас трехсотая, скорая нужна! Парни, прикрывайся! Ну, разруха, разруха, давай, давай, давай. Ну, больно, 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 пойму. Ничего. Ничего, дядя. Ты живешь до суда, ты нам шевой нужен. Вот так, прижми, прижми, прижми! Тихо, 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 тихо. Вот так. Настилки сюда! Сейчас чуть-чуть, все будет хорошо. Простите, вы Сергей Майский? Да, а что? Мне сказали, что вы спасли моего мужа. Кто у вас муж? Роман Фомочкин. Фомочкин. А, Фомочкин, да. Вы, кстати, в курсе, что ему все равно придется отбыть за сложное наказание? Я знаю. Его просто втянули. На самом деле, он очень хороший. И дочку любит. Как дочку зовут? Василиса. Отдай дяде рисунок. Василий, рисунок? Ничего себе рисунок. Можно вас здесь включить? Да, конечно. Я еще и вам хотел сказать. Вы Роману передайте, завязываться с этим делом вообще. Это сидит и все. Хорошо, хорошо нарисовала. Молодец, похоже. А что-то у тебя здесь. Ну-ка, ну, погоди. Это что у тебя здесь такое, а? А? О, конфеты на ушах растут. А? Держи. На самом деле, в пехоте долго не живут. Будут бить по нему, могут зацепить и вашу дочерью. Иди. Угу? Иди. ВООДhet. УДА roху. ИНТРИДИОМenna. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кать, такое дело на меня Елена Фомочкина вышла. Я лет пять назад ее мужа арестовывал. Да, помню. Ты из этого бандита тогда под пули полез. Ну, ни в первый раз, ни в последний. В короче, дочь у нее пропала. Помнишь, она на меня в свое время этот рисунок с ней самала? Мы смотрели. И мать пошла не в отделение, а к доброму полицейскому. Ну, типа того. Девочке одиннадцать лет уже. Ну, и где эта Фомочкина? Переговорный. Пойдем, я тебя пока в хурзил отведу. Муж откинулся из зоны, попытался на работу устроиться, помыкался туда-сюда, но с такой статьей нигде не берут его. И опять бандита подался? Теперь это официально называется ЧОП. Ольга. Здравствуйте, я полковник Рогозина. Рассказывайте. Начните прямо с вчерашнего дня. Рома вчера ночью ушел на смену. Сказал склад охранять. А утром домой не пришел. Телефон не отвечает. Не пробуйте, пожалуйста. Теперь про коллег. Днем приходили из ЧОПа, спрашивали, где он и что. А я не знаю. А потом позвонили и сказали, что Василиса у них. Что хотят? Сказали, что если Рома к завтрашнему дню не найдется, они дочку изнасилуют и убьют. Что же такого Рома натворил? Я пыталась узнать. Вроде бы он охранял труп босса, но вместо этого украл и начал вымогать деньги у его матери. Украл что? Труп. Вымогать деньги у матери за труп сына? Он не мог этого сделать. Он не такой. Даже если бы сделал, он бы нас предупредил об этом. А как босса звали? Я не знаю. Я не верю им. Рома очень любит дочку. Он не мог нас так подставить. Галина Николаевна, в ночь перед исчезновением телефон Романа Фомочкина находился около судебно-медицинского морга. Терраса. Ну приезжай я сюда, в морг. Я такой спрашиваю, скажите, а у вас в последнее время покойники не пропадали? Они говорят, пропадали. Вот буквально вчера вечером один труп ноги сделал. От кого украли? Вот так вот. Дмитрий Столяров по кличке Казбек. Почему Казбек? Ну Казбек, горы, альпинисты. В общем, начинал он форточником на верхних этажах, грабил квартиры и использовал альпинистское снаряжение. Ну и что, в итоге пацан пришел к успеху? Еще к какому. В свое время такую серьезную банду сколотил. Они очень хороший кусок Подмосковья выпилили. Ну а теперь выбилили его самого. А вот это круговорот пацанчиков в природе. Это... Сначала злоумышленники закрасили объектив камеры. Двое входят в морг, вырубают электрошокером дежурного и связывают его. Опознать он их сможет? Так они же злодеи, они идиоты, они надели маски. А как они труп нужный нашли? Так патологоанатом им и показал. Он же патологоанатом, а не идиот. С бандюгами спорить из-за трупа бандюга. Я знаешь, что думаю, Костя? А что если нашего криминального покойничка собственные подельники и похитители, а? Нет, на смысл. Труп уже за хранение готовили. Все, что надо, с ним уже сделали. Дмитрий Столяров был взором в своей машине семь дней тому назад. Я смотрю, у него голова сильно пострадала. Может быть, это кто-то другой, а сам Столяров решил исчезнуть? Были такие предположения. Даже генетическую экспертизу провели, но... Семь дней? Почему вы еще не похоронили? Что, следователь тело не выдавал? Нет, у Столярова отец знаменитый альпинист, Павел Сергеевич Столяров. Не знаю. В общем, когда сына взорвали, отец по горам в Непале латил. Ну, ему нужно время, чтобы домой вернуться. А сколько ему лет? Пятьдесят пять. Отец, значит, по Гималаям, а сын по форточкам. Машину Фомочкина нашли? Ну что же, ждать больше нельзя. Придется применять крайние меры. К оперативнику ФЭС обращается за помощью жена бандита Романа Фомочкина, Елена. Коллеги мужа похитили ее 11-летнюю дочь Василису. Елена рассказывает, что муж должен был охранять тело убитого криминального авторитета Дмитрия Столярова. Роман якобы похитил труп и вымогает деньги у семьи Дмитрия за возвращение тела. Елена Степановна, у нас есть идея, как спасти вашу дочь. Вы нашли Рому? К сожалению, нет. Вы должны сейчас позвонить и сказать похитителям, что знаете, где он мог спрятать труп Казбека. Тот самый труп? Так я же не знаю. Они должны поверить, что знаете. Скажете, что готовы обменять труп Казбека на вашу дочь. Если что, я напишу, что говорить. Алло, Иван, готов? Начинай. А это еще зачем? Мы собираем доказательную базу. Должны же они ответить за похищение. Набирайте ей на громкую связь. Алло. Это я. Нашла мужа? Нет, но у меня есть предложение. Ты что, овца, за идиотов нас держишь? Я знаю, где Рома может прятать тело Казбека. В натуре? И где? Ты что, меня за дуру держишь? Труп отдам только за дочь. Живую и здоровую. Ты что, Каза, условия мне ставить хочешь? Вам нужен труп? Мне дочь. Вот мои условия. А ты это будешь честным. Я хочу услышать Василису. Пусть скажет что-нибудь. Мама, мама, помоги мне, пожалуйста. Хорошо. Все слышала? С ней все в порядке. Пока в порядке. Когда перезвонить договориться о месте? Сюда больше не звони, я сам тебе наберу. Приведешь ментов и знаешь, что мы с дочерью твоей сделаем. Все. Привезли? Наконец-то. Ну, ты же понимаешь, Марьюш, морг и не магазин там, то этого дайте, то того. Пока нашли, пока... Понятно. Не кондиция. Извини, Невостребованных трупов в идеальном состоянии в природе не существует. Ладно, Маськи, запугал уже. Давайте, закатывайте. Перекладывайте. Спасибо. Все, ребята, машине подождите. Да, Майский. Совсем этот слон, как говорится, на слона не похож. Что не похож? Смотри, слон как слон. Как заказывала. Метра восемьдесят два. Крепкого телосложения. Вот, правда, размер обуви у него сороковой. В туфли-то можно вату положить, никто не заметит. А что со всем остальным делать будем? Что, назад везти? Мужики, вы... Да подожди ты! Что-нибудь придумаем, вся ночь впереди. А. Что, и татухи нарисуете? Нарисуете. Нарисованные татухи сразу видно будет. Будем набивать. Можете на скульпчика вырвать? Да. Сейчас, глянешь? Ты из-за татуировки даже не беспокойся. Трупам даже легче наносить. Никаких раздражений, никакого воспаления на коже. Я другому хотел спросить, что это за умертвие там у тебя ходит? Кто-то ожил, что ли, в морге? Вообще-то это мой друг. Эдик Чернорезчиков. Очень хороший парень. Между прочим. Друг. А он вообще, этот друг, он говорит? Говорит. Слова? Точно говорит. Нет, я как-то слышала. И что он сказал? Еще кружку и счет. Он несколько лет состоял в сатанинской секте. Делать там посмертные татуировки адептам. Ну, чтобы им облегчить жизнь в загробном мире. Вот. Так он там так наблатыкался. Ему главное краску подобрать. Ну, тебе спокойно, спасибо. Серега, ты не волнуйся. Ты к утру приходи, все само увидишь. И все будет хорошо. Ну, ты там аккуратнее с этим. Угу. Субтитры сделал DimaTorzok В трупе два микрофона. Один в животе, другой в голове. Слушай, а на голове-то не заметятся? Я говорю, вы к голове, внутри, в черепной коробке. Надеюсь, голову не полезу. Угу. Слушай, вот эта работа, ну, один в один. Я же говорила, Эдик настоящий художник. Только он рисует не на холсте, а на коже. Что за мужик? Знакомый, я в одиночку труп не подниму. Привезла? В багажнике. Где Василиса? Надо сначала посмотреть, кого ты там привезла. Кто будет смотреть? Я с Казбеком в бане парился. Девочки там все дела. Я его галерею помню. Вытаскиваем. Это он. У него я дочь. Казбек у нас. Можешь ее мочить. Мужики, мужики, ну, что вы беспределом-то занимаетесь? Мужики в поле пашут. Сядь на место. Они сейчас убьют Эмайского и эту тетку. Подожди, девочки-то нет? Ну, вы же обещали, слово давали. Ты, ботварь, терпила по жизни. Слово перед равным держат. Поняла, Курва? Костя, готовность. Как пионер. Я вот сейчас положу тут обойка. Я знала, что вы все уроды. В животе у этого козла полкило тротила. Я тебя грохну сейчас. Если я разожму руку, станешь тачку отмывать. А теперь давай, стреляй. Спокойно, спокойно, звоню. Девчонка жива еще? Вези ее сюда. Потому что я так сказал. Ребят, ну, что вы беспредел-то творите? Ну, давайте по-тихому, как договаривались. Обменяемся и разъедемся по-хорошему, а? Заткнись, лошара! Костя, они везут девочку. Я понял, ждем. Может, на подъезде перехватим? Тогда Майского и Фомочкину подставим. Забирай! Фасер, двигатель, Фатон, вытрав машину. Пуль, давай. Отдай пуль, дура. Отдай пуль! Держи! Бандиты из группировки Дмитрия Столярова по прозвищу Казбек похищают 11-летнюю Василису. Василиса – дочь одного из членов банды Романа Фомочкина. Романа обвиняют в том, что он похитил труп Столярова, чтобы продать его семье за 2 миллиона рублей. Фэс выдают труп неизвестного за тело Столярова и обменивают его на Василису Фомочкину. Майский уехал, все нормально, пострадавших нет. Какого-то ты вообще туда полез? Да я случайно. У Казбека 43-й размер был, я ему перцы над ним упал, и это обмылок какой-то. Кажется, они обнаружили не тот размер обуви. Здесь вата в туфлю набита. Вата, это не Казбек, что делать-то? Костя, ваш выход. Твою мать! Ничего не делай. Че, его родители там будут за ноги щупать, что ли? Я так его хрен от настоящего отличишь. И чтобы ни одного слова, а то сам лично башки поотстреляй. Товарищ полковник, все бандиты задержаны, никто не пострадал, даже труп. Все эти вещи были найдены во взорванной машине Столярова. Они так пострадали при взрыве? Нет, просто сломано. А, да, здесь не антиколон, уксус. Ну, надо же. Так вот, на вещах было найдено два комплекта потожировых и два комплекта отпечатков пальцев. Первый комплект принадлежит Столярову, это естественно, а вот второй комплект не установлен ему лицу. Судя по пальчикам, женский. То есть все думают, что он убит в бандитской разборке, а здесь, может быть, женская месть? Так точно. И еще на нижнем белье Дмитрия Столярова обнаружены следы интимной близости. Но это не та женщина, чьи следы мы нашли на этих вещах. Итого две женщины. Удачливая и неудачливая любовница. В случае с бандитом еще непонятно, кому больше повезло. Не я это начал. Пусть с мужем разберется. А кто вообще сказал, что Фомочкин украл труп? Его в морге оставили, чтобы он ситуацию контролировал. Ночью матери Казбека позвонил, сказал, что труп у него. Что ты несешь? Фомочкин, он простой боевик. Откуда у него телефон матери Столярова? Я по чем знаю. Он позвонил и сказал, хочешь похоронить своего ублюдка, гони два лимона. Все. Я ответил к беспределам на беспредел. Ладно, поехали в морг. Пока же, где машина Фомочкина стояла. Чего так катались-то долго? Чего, сболтались. А. Это что, тоже мент? Ну, не то, что мент. Из контора. Да, да. А ты что, гнида? Думал тебе девчонку как шинью зарезать подметали? Жаль, я тебя не гроху. Сейчас встретить будешь, да? Тихо, тихо, Серега, успокойся. Человек идет на сотрудничество. Где машина Фомочкина стояла? Вон, да. Вот, видите, человек идет на сотрудничество. Убери его отсюда. Да нормально, нормально все. Нормально. А болтай мне еще здесь. Ладно, это лирика. Укричился, хватит. Что, будем территорию обрабатывать? Настраивайся. Давай ты стоянку, а я здесь ховыряться буду. На месте убийства Дмитрия Столярова не было его телефона. Скорее всего, коллеги по банде забрали. А они что, раньше в полиции приехали? Да они в соседнем дворе стояли. Это несколько десятков метров. Наверное, ждали Столярова. Зачем украли телефон? Ну, может быть, хотели затруднить идентификацию членов банды. Пока запрос сотовый, пока ответит. Все засвеченные телефоны можно скинуть. Вот. Судя по расположению телефона, Вадим Латышев, который укладил похищением девочки, тоже находился в соседнем дворе. Не брал я телефон Казбека. И братва не брала. Да, ну куда же он делся-то? Не знаю. Может, ваши подрезали? Номер Столярова, быстро. Не помню, начальник. Память как отрезала. Костя. Костя. Шутки шутишь? Клоу. Я после суда посмеюсь. Ага. Ага. Нашел что-то. Кровь. Чего нашел? Галина Николаевна, кровь из морга принадлежит пропавшему Роману Фомочкину. Может, оказаться, что он трупы не похищал. Стал свидетелем, хотел помешать и был избит. Или убит. Тогда похитители тела звонили матери, чтобы навести подозрение на охранника. Точно. А телефон матери Казбека они могли взять в документах в морге. Слушаю. Хорошо. Приехал отец Столярова. Альпинист? Да. Мне придется ему объяснить, куда пропал труп его сына. Пусть объяснит, как он бандита воспитал. Я мечтал, что мы в горы будем ходить. А Димка, альпинистское снаряжение, использовался, чтобы по форточкам лазить. Но вы, конечно, не виновны, что он бандитом вырос. Кто же виноват? Знаете, когда он первый раз от экспедита отказался, я просто обалдел. Как можно от такого отказываться? Действительно, как? Ну, сказал, что работу нашел, нельзя пропускать. Я, наверное, последним, кто узнал всю правду о Димке. Признался? Я гранату у него в кармане нашел. Куртку вешал свою и наткнулся на его пальто. Спрашиваю, муляж? Нет, говорит. Боевая РГДшка. Что же, он в родительский дом с гранатой ходил? Ты зачем квартиру матери такую опасную вещь принес? Послушай, пап, мне эта граната жизнь спасла. И как же? На заправке козлы какие-то зажали. Я ее достал, сказал, что взорву всякие кедренья феня. И сциканули они. Я сел на машину и уехал. Похоже, ты этим гордишься. Но ты же сам говорил, не останавливаться, стремиться вверх нужно, так? Я тебе этого не учил. Жизнь научила. А нужно было кинуть ее. Я бы посмотрел на этот фейерверк. Павел Сергеевич Столяров дал телефончик сына. А у нас уже есть телефоны всех членов банды Казбека? У нас есть большая розовая птица с длинными ногами и широкими крылами. Абламинго называется. Ах, это, ну, я в любом случае в ботанике населенный. Залоги. Если быть точным, в орнитологии. Но это не важно. С этого телефона бандит звонил только родителям. Я в горы почти 40 лет хожу. Много погибших видел. Никто их домой не забирает. Годами лежат. Наверное, дорого спускать? Дорого. Рискованно. Хлопотно. Говорят, что для альпинистов горы – это лучшая могила. Я так тоже раньше думал. У меня в группе люди гибли. Я даже подозревать не мог, как это тяжело. Что именно? Когда не можешь попрощаться со своим ребенком. Будем надеяться на лучшее. Мы ищем. Итак, Столяров постоянно носит в кармане настоящую гранату. Когда он подрывается на гранате, в кармане у него находят муляж гранаты. Получается, что его подорвали на его же собственной гранате. А муляж подложили, чтобы он пропажей не заметил. Да, причем это не конкуренты, не подчиненные. Потому что в случае их участия подмены и муляж теряют смысл. У них у самих оружие попало. Слушай, Маськи, хватит прагультами кидаться. Подменивший хотел заразыцелироваться. Но у него не было гранаты. Поэтому он купил муляж. Причем убийца должен был использовать гранату как можно скорее, пока бандюк подмены не заметил. РГД-5. Советская наступательная граната. Радюс поражения до 10 метров. Посмотри. воинтехмул.ру Мул от слова муляж? Это сайт, где продают копии гранат и прочие необходимые в хозяйстве предметы. А зачем они их маркируют? Один идиот недавно в метро этих продукций ментов пугал. Решили страховаться. Знакомься, Галь, муляжи боевых гранат приобретаются обычно военно-патриотическими организациями, школами, ну и так далее, и тому подобное. Обучение молодежи? Совершенно верно. Но зимой они приобретаются редко. Не сезон. Сезон? Это когда готовятся к учебному году? Совершенно верно. Плюс к тому, обычно они покупаются оптом. Ну и к чему ты это все ведешь? А веду я к тому, что одинокая женщина, покупающая муляж боевой гранаты в неправильное время запомнится надолго. Запомнится или уже запомнилась? Уже запомнилась. Она встретилась с курьером у метро и по его словам сильно нервничала. Курьер, может ее описать? Так, в общих чертах. Рашидия Галя Николаевна, составлен фоторобот покупательницей муляжей гранат. А проверили, откуда был сделан заказ? Да, через вай-фай торгового центра. Найти любовницу Столярова непросто, а очень просто. Ну, расскажи. Флакон одеколона найден в машине Столярова, куплен в дьюти-фри. Значит, сын альпиниста летал за границу. А может быть, подарили? Суровым парням одеколон дарят только любовницы, но нет, он купил его сам на свою карточку. Дальше, смотрим, с кем он ездил за границу. С девушкой? Туда и обратно рядом с ним в самолете сидела Марина Волынцева. Ну, что вы еще хотите от меня? Адрес. Вот он. Марина Леонидовна! Я на улице не знакомлюсь. Тем не менее, придется нам познакомиться, только способ знакомиться, выберем другой из машины. Меня Сережа зовут. Майская фамилия. Позвоню, майор. Кстати, а что это у вас такое с лицом-то? Поцарапалась, когда бровь выщипала. Как неаккуратно. Ну, вы садитесь, садитесь. садитесь. Ну, что пялишься, майор? Поехали. Так точно, садись. Что касается пропавшего трупа. Сразу после похищения телефон Романа Фомочкина двигался вот по этой дороге в сторону области. Долго? Минут пятнадцать. Потом отключился. Дальше мы проверяли камеры вдоль дороги. На камерах обнаружили две машины. Это машина Романа Фомочкина? Да. А вот у второй номера замазаны грязью. Вот здесь последняя камера, которую проехали вот эти две машины. Потерялись? Одна потерялась. Как раз Фомочкина. А вот вторая с грязными номерами через двадцать минут вернулась в город. Туда ехали по одному в машине, обратно вдвоем. Вот эти двое есть похитители. А искать труп Столярова нужно вот в этом районе. Или два трупа. Роман Фомочкин, возможно, тоже мертв. На всех сломанных личных вещах из машины Столярова, вашей обсерки, Марина. Конечно. Это же я все сломала. Мы с Димой встречались, пока он не нашел себе эту малолетку. И вы ему захотели скандал. А что мне было делать? Пирожков ему в дорогу напечь? Пошел вон к своей лярве и больше мне не звони. Понял? Ты что, тварь? Ты совсем страх потерял, а? Скажите, вы знали о гранате, которую Столяров всегда носил с собой? Конечно. А его что же, его же гранатой грохнули? Класс! Да, неплохо бабахнуло. Где вы были во время убийства Дмитрия? Морду штопала. Видишь, сколько швов? Хочешь, в больнице проверь, там камеры, офигамеры. Жаль, не я его грохнула. Проверим. Вы, кстати, случайно, не знаете имя новой любовницы Столяровой? Лиза Польева. Хотите, я ее страницу покажу? Так, я же хочу. Сейчас выйду в интернет. Пожалуйста. А как вообще вы о ней узнали? А как узнают? Залезал в его телефон, а там сообщение от этой девки. А что это вот эта затетка с ней? Мамаша ее вроде. В вашей карте медицинской было написано, что у вас ранение в голени. А вот этот фоторобот составлен со слов продавца муляжа гранаты. Мне Дима сначала понравился. Вежливый такой. Я не знала, что он бандит. А потом как-то мы ехали на машине и его подрезал. Кто подрезал? Я не знаю, какой-то водитель. Только когда Дима вышел, догнал его, и он избил его так. А потом я в кармане у него гранату нашла. Да я случайно. Я не лазила по вещам. Я просто задела рукой в карман. В общем, вы решили спасти Лизу. Ну, я не могла допустить, чтобы мою дочь убили с этим отморозком. У меня не было другого выхода. Дима, ты должен оставить Лизу в покое. Послушайте меня, Тамара Ростиславовна. Скажу вам с рабочей крестьянской прямотой. Идите лесом. Ну, ты испортишь ей жизнь. Послушай меня, дура старая. Пошла вон отсюда. Давай, давай, вали отсюда. Дима. Дима обещал взять Лизу в горы. Но хотел показать ей то, что ему отец когда-то показывал. А я ему говорю, это опасно. А он мне. А у отца всего двое погибших в группе за 40 лет. А труп Столярова вы похитили? Да вы что? Разборки с трупом это сведение счетов с родственниками покойного. Не с покойным. А мне родные Дима ничего плохого не сделали. Кроме того, что сделали его бандитом. И тем не менее, родители имеют право проститься со своим ребенком. Каким бы он ни был ужасным человеком. Ну что, Кость, это я. Я говорю, поздравить нас можно. Нашел машину Фомочкина, это во-первых. Во-вторых, там в багажнике крови полно. Ну явно кровь. Федерация альпинизма рассказали, что у Павла Столярова было всего два случая, когда во время восхождения гибли люди. Давно? Первый случай был 15 лет тому назад в Гималаях. Второй случай был на Кавказе. Но тогда тело нашли и доставили домой. А в Гималаях, значит, оставили в горах? Высоко, далеко, это физически практически невозможно. Галина Николаевна, кровь в багажнике машины Фомочкина принадлежит самому Фомочкину. Да, спасибо, Иван. Погибшего в Гималаях звали Григорий Рокотов. Через три месяца после смерти Григория у него умерла мать. Остался один отец, Артем Игоревич Рокотов. Машина у него есть? Да, и она очень похожа на машину с грязными номерами на видеозаписи. Артем Игоревич, вот, пожалуйста, ознакомьтесь с результатами экспертизы. В багажнике вашего автомобиля мы обнаружили волосы Дмитрия Столярова. Кого? А кто такой Дмитрий Столяров? Также мы установили, что один из ваших знакомых, Тимофей Римбушин. Выключался мой мобильный телефон в ночь похищения. Серега! Извини, мы тут с Тимофей Борисовичем зашли сказать, что у него на рукаве куртки найдены следы черной краски. А этот не той или черной краски, которой был замазан объектив камеры около морга? Да, 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 то и самое. Ладно, я повел господина Римбушина в тюрьму. Вперед. В тюрьму. Это я охранника убил. Тимофей здесь ни при чем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Черт. Кажется, я его убил. По телевизору сказали, что убили криминального авторитета Дмитрия Балыча Столярова. И вы решили отомстить за смерть сына? Да при чем здесь смерть? Я знал, что отец этого бандюка моего сына не убивал. Город, знаете ли, штука опасная. Но за что тогда вы мстили? Что? Он должен был привезти моего сына домой. Мертвым или живым, неважно. Мой мальчик не должен там в горах лежать, как старая ржавая консервная банка. Ну, теперь можно быть уверенным, что Столяров сделал выводы, да? Вы можете сказать, где спрятали трупы? Нет. Ну, почему? Там же два трупа. И второй это Роман Фомочкин, охранник, которого вы убили. У него жена, дочь остались, им нужно... с времени не было. Мы оба трупа спрятали в одном месте. Жене сочувствую. Но ответа нет. Гриша Рокотов погиб в базовом лагере на пяти тысячах. Он неважно себя чувствовал, и мы его оставили в палатке. У него все было. И кислород, и грелка, и еда. Так что это произошло? Ну, пока спускались, началась метель. Мы заблудились. Когда пришли в лагерь, там... Умер? Не было ни Гриши, ни палатки. То ли ветром сдуло, то ли в трещину упал. Чтобы найти уже десятки человек. Или сотни. Никто на это не пойдет. Вы с Артемом Рокотовым пытались объясниться? Сразу не получилось. Долго в больнице лежал. Пальцы отморозил. А потом... Извините. Товарищ полковник, Рокотова доставили? Види. Заводи! Я думаю, вам есть о чем поговорить. Не боитесь, что я его тут придушу вот этими вот руками? Не боюсь. Знаешь, сколько лет я ждал этого дня? Когда Димке год был, я первый раз не в ночи остался. Мать уехала к бабке. Я его искупал и понес спать. А потом вспомнил, что не покормил. Я тебя ненавижу. Он сидит на стульчике. Я ему ложку в рот сую, а он между двумя ложками засыпает. Я его щекочу, чтобы он проснулся. Даю ему ложку в рот, а он головку на бок. Твой сын вырос сволочью и бандитом. Я знаю. но все равно, когда глаза закрою, вижу, как он голову на бок. Прошу вас, крепитесь. Это он. Это он. Загадала? А почему только две розы? Любовь – это история для двоих. И другие числа сюда не подходят. ваше время и стекло. Время принимать лекарства. Время принимать лекарства. опасность. Опасность. Нарушен график приема лекарств. Опасность. Ты заткнись, ты дура железная! Нарушен график приема лекарств. Навижу тебя. Грубое слово больно ранит собеседника. Грубое слово больно ранит собеседника. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Издеваешься? Нарушен режим, рекомендован звонок врачу. Прекратили, я сойду с ума. Прими лекарства. В противном случае приедет врач. У меня совещание. Нарушен режим, рекомендован звонок врачу. Нарушен режим. Разобью мне голову. Рекомендован звонок врачу. Разменяю, твой миллион долларов. Или выпрыгну с балкона. Оставлю тебя без наследства. Нарушен режим, рекомендован звонок врачу. Нарушен режим. Опасная ситуация. Человеку нужна помощь. Опасная ситуация. Человеку нужна помощь. Нарушен режим. Нарушен режим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звонок на пульт охраны поселка поступил от робота. Угу. Погибший хозяин дома. А, типа система умный дом, датчики повсюду, интернет-вещи. Кто хозяин дома? Ученый. Ученый. Ну, теплый еще. В общем, вот даже в двух часов не прошло, как он умер. Осколки везде. Давайте перевернем. Что? Проткнули осколками? Или с лестницы, упал. Да не похоже. Свидетели есть? Есть один, правда, железный. Нау, иди сюда. Добрый день. Меня зовут Нау. Чем могу помочь? Это что? Это робот-помощник. Зовут Нау. Что означает послушный. Это шутник. Люди в доме есть? Женщина сожиданности погибшего Ирины Хохлова. Пойдем. Угу. Погибший Артем Кучер. 38 лет. Генеральный директор компании «Формула будущего». Сфера деятельности, инновационные технологии в области медицины. Многие направления имеют государственное значение. Так что, сами понимаете, дело на особом контроле. Это убийство или несчастный случай? Это нам и предстоит выяснить. Пока известно только, что чужие с улицы в дом не проникали. Ирина Хохлова, сотрудница той же компании. Официальные отношения они не оформили, но живут вместе. Ну, ясно, что мужик не бедный. Кому повезло? Его имя еще неизвестно. Наследник всего движимого и недвижимого родится через несколько месяцев. Ирина Хохлова беременна. Я подпишу. Отказ. Я не хочу в больницу. А где вы были, когда все произошло? Здесь. Я спала. Я не встаю так рано. А ему надо было на работу. Нао разбудила его. Но робот же сейчас внизу. У нас есть лифт. Дальше. Я услышала грохот и крик. Проснулась, спустилась вниз. Увидела, что Артем упал с лестницы. Закричала и потеряла сознание. Вы видели, как он падал? Нет. Я пыталась ему помочь. Я думала, что он жив. Ужас. Мне страшно в этом доме. Здесь даже цветы не растут. Представляете? Все засыхает. Даже кактусы. А кто вазу разбил? Там, внизу осколки. Это робот убил его. Робот? Надо ее закрывать и делать к концу. А если она родит преждевременно? Или еще какие-нибудь осложнения? Кто будет отвечать? Значит, нужно домашний арест и полицейских приставить. Лучше, жаль, что тут в доме нет камер. А может, она что видела? Нао, ты что-нибудь видела? Некорректный вопрос. У робота нет органов зрения. Татьяна, ты не путай живого свидетеля с этой тупой железякой. Грубое слово. Больно ранит собеседника. Она еще и хамит. I don't know. По-моему, научно сообщаться по-человечески. Да, Вань? Угу. С нами поедешь. Смерть наступила в семь, семь тридцать утра. Совпадает со временем звонка робота на пульт охраны. Подумать только, робот помогает человеку. Галь, неужели будущее уже наступило? А что это за ссадины? Ну, это следы контакта тела со ступенями, возникшие при падении с лестницы. То есть кучер все-таки упал с лестницы? Ну, во всяком случае, причина смерти этого не исключает. А причина? Перелом основания черепа. А колотые раны от осколков вазы? Они возникли одновременно с переломом черепа. То есть, либо его толкнули, он упал с лестницы на вазу, либо он случайно упал с лестницы на вазу. Так получается? Да не получается. При падении с лестницы на поверхность вазы должны образоваться ушибленные рваные раны. А их нет. Мне еще нужно время. А что вон имеет? А с ним можно поговорить? Не советую. У этой железяки отвратительный характер. Робот – друг человека. Привет, робот! Привет. Индекс массы тела 33. Ожирение первой степени. Высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ну, я же говорил, мозги перехлинило. А ну, что его слушали? Пропустите меня к нему. Отойдите все. А, наверное, хозяин лично перепоградил его по принципу черного ясика. По какому принципу? Имитационный подход к построению искусственного разума. Ну, хватит глазеть. Идите, идите все. Это теперь моя забота. Вот ты какой. Нау. Нездоровый цвет лица. Признаки систематического переутомления. Употребление продуктов брожения. ФЭС пытается установить причину смерти генерального директора компании «Формула будущего» Артема Кучера. Он найден на полу с осколками вазы в теле. На момент смерти в доме находились только сожительница Кучера Ирина Хохлова и робот-помощник, выполнявший функции сиделки. Робота привозят в ФЭС. В глаза робота встроены видеокамеры. Зачем? Ну, если коротко, то в результате работы датчиков и видеокамер он и функционирует. Значит, камеры все-таки в доме были. Только функция записи была включена несколько дней назад. Вот последняя видеозапись. Травяной чай. Во что мы играем? В пару в отношения, в ожидание ребенка. Я не играю, я живу честно. Отпусти меня. Я не люблю тебя, ты не любишь меня. Пока не родится ребенок, ты останешься тут. А потом можешь убираться на все четыре стороны. Я прошу, чтобы робот не следил со мной. Я все равно никуда не уеду без машины. Не хочешь, чтобы она следила? А ты послушная девочка? Дреляня. Да подавись. Ты опять курила. Пусть я здесь умру от скуки. И отключи этого гребаного робота. Хорошо. Но если выйдешь за пределы дома, я узнаю об этом. Пиняй на себя. Теперь проверяем жертву. Толкнули в спину со всей силы. Понял? Толкай. Недолет. Это ж какой силой был удар. Узнаешь, кто это? Галина Николаевна Рогозина. Это экспертиза крови с одеждой Ирины Кохловой. Отвезешь ее Галине Николаевне. Вкалывают роботы. Счастлив человек. Объект опознан. Нау доставил вам письмо. Ивана, что это за игры? Что тут происходит? Галина Николаевна, это же робот полицейский. Я все детство о таком мечтал. Ты уже проверил, что делал робот утром? Да. Я уже влез в ее мозги. Я потом скажу. На одежде сожительницы обнаружены следы крови кучера. Без сюрпризов. Фарфор очень хрупкий материал. Ваза могла разлететься на множество осколков, когда мужик влетел в нее. Да не падал он на вазу. Как-то. А откуда осколки в его теле? Убийца сначала разбил вазу, а потом сбросил жертву на осколки. Галина Николаевна, я не знаю, кто убил кучера, но я знаю, как. Вот. Как-то так. Толчок, удар и тело приземляется ровно на осколки. Ну, рассчитать траекторию простейшая задача для робота. Да терминатор рукой подать. Нау, конечно, виноват. Но он не виноват. Это как? Нау орудие, которым управлял человек. Робот был подключен к интернету. Хакер, проник в его мозги, заложил серию команд. Разбить вазу и все остальное. А как же закон робототехники? Робот не может причинить человеку бреда. Почему он-то решил убить? Не решил. Он был запрограммирован. Но он не может оценивать последствия своих действий. Не столь совершенен. А Рагуевна в этом знает? Нет. Я думаю, она его деактивирует. Бесерные люди боятся всего, чего не понимают. Так ты говоришь, хакер был? Вот адрес, с которого он выходил в интернет. Пойдем. Ой, Ваня. А мы сейчас идем к начальству. Нам надо реабилитироваться. По адресу зарегистрирован Марк Юматов, бывший сотрудник «Формула будущего». Последние полгода живет в Европе. Вернулся несколько дней назад. Нау, ты знаешь, кто это? Марк Юматов. Член компании «Формула будущего» с 2005 года. Заведующий лабораторией. Специалист по программированию диагностических, лечебных и хирургических роботов. Характер импульсивный, не сдержанный. Болен диабетом второго типа. Склоен к употреблению алкогольных напитков. Кость, я предупредила, что сообщить хозяину о приходе гостей не следует. У них тут 30 этажей. Все для богатых. Апартаменты, рестораны, офисы, детские сады. Все ВИП. ВИП-тюрьмы не хватает для этих ВИП-сволочей. Наконец-то. Ознакомьтесь. Постановление на обыск. ВИП-сволочей. КОНЕЦ. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Мне нельзя в тюрьму, у меня диабет! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здесь, стой. Пусто. Ушел недавно. Лед еще вискаре плавает. Предупредили. Входящий звонок 7 минут назад. Андрей, ты все закончил? Уходишь? Галина Николаевна, Юматова предупредили с общего номера компании «Формула будущего». Здание он покинул через подземную парковку. Я домой пару часиков хотя бы посплю. Да, конечно. А Тихонов уже ушел? Ушел? Шутите? Коллег надо знать в лицо. Делать замечания кому-то тут не полагается. Ты больше не сиделка. Кто это? Капитан Белая. Таня. Точно. Это? Майор Лисицын. Константин. Верно. Ваня хочет спать. Я вообще могу не спать, если мне интересно. Когда один, можно заснуть, даже если спать не хочется. Тебе интересно со мной? Это комплимент. Хочешь, я расскажу тебе сказку об одинокой звезде? Теперь шансы женить его равняются практически нулю. Да уж. А как в компании узнали, что наши приходили за Юматовым? «Формула будущего» находится в том же небоскребе. «Формула будущего» — это лаборатории, научный центр, центр репродуктивной медицины и криохранилище яйцеклеток с пермой и повинной кровью. Обыск закончили. Это, ну, Муха Юматова, отправите к нам в фейс. Давай-давай. Кость, это была Георгиевна Павленко, заместитель кучера по научной деятельности и руководитель бионической лаборатории. Какой? Бионической. Мы разрабатываем бионические конечности. У нас сегодня презентация, можете все увидеть сами. Я вам говорила про Юматова. Это гений. Гений в своем деле. Гениальный хакер, который создал из робота убийцу. Десять лет отработал, почему уволился? Вы знаете, Юматов и Кучер поссорились. Кучер увел у него невесту, Ирочку Хохлову. Ну, тот, естественно, обиделся. А перед тем, как уйти, скопировал все данные из сервера. Подождите, так это кража коммерческой информации. Именно. И эта информация стоит миллионы. Кучер, по-моему, даже заявление в полицию написал. Неужели все это он создал? Один? Нет, это его мать. К сожалению, ее уже нет в живых. Она возглавляла НИИ, а в девяностые создала первый банк генетического материала. Яйцеклеток, спермы и эмбрионов. Эмбрионов? Они хранятся в криозаморозке. Торговля людьми какой-то средневековья. В наше время это называется прогрессом, Костя. Скажите, пожалуйста, а вы не знаете, почему Юматов решился нам месть только сейчас? Ну, а почему дети рождаются через девять месяцев? Всему свое время. Не облокачивайся, а прокинешь. И трогай, поцарапаешь. Посмотри, что я нашел в папке входящих писем на посте Юматова. Тест на отцовство. Вот почему он в Москву рванул. Вот почему НАУ на убийство заточил. Ого! Биологический отец ребенка Хохлова. Это не кучер, а Юматов? Погоди, а как такое возможно? Ребенок же еще не родился. Берут венозную кровь матери, выделяют ДНК плоды и анализируют. Интересно, кто настучал? Ирине это невыгодно. Анонимка. НАУ, отсканируй, отошли Лисицыну. Задание займет четыре секунды. Этот анализ мы нашли на почте Юматова. Его послали из вашей компании. Да, это адрес нашей лаборатории. Нам нужен список всех тех, кто имеет туда доступ. Я работал на заводе. Правая рука у меня попала в винт. Ее ампутировали до локтя. Целый год у меня была депрессия. Жена от меня ушла. А теперь у меня все хорошо. Я снова, как вы все. А можно вашу руку пожать? Да, конечно. Вот сильную руку пожать. Я могу еще сильнее. Я же кибор. ФЭС расследует убийство ученого Артема Кучера. На момент смерти в доме находились его сожительница Ирина Хохлова и домашний робот. Устанавливают, что Кучера сбросил с лестницы робот-помощник. Под подозрение попадает бывший сотрудник Кучера Марк Юматов. Все говорит о том, что он запрограммировал робота на убийство. Юматова кто-то предупредил. И он сбежал прямо из-под носа оперативников ФЭС. Это шутка? Откуда эта бумажка? Из лаборатории, формула будущего. А что, вы не делали этот анализ? Нет, конечно. Я сдавала кровь из вены, но совсем по другому поводу. А этот анализ я не заказывала. Тем более, для этого необходимо присутствие Марка. Или его вещи с волосами и со следами крови. Да мне их неоткуда взять. Я сидела в заперти последние месяцы. А если я куда-то и выходила, то всегда со мной был Артем. Дайте воды, пожалуйста. А что, вам нехорошо? Может, врача вызвать? Нет, не надо. Это получается, что... То Марк вернулся в Москву из-за меня. Мне надо с ним поговорить. Это же все меняет. То есть, вы не знали, что он отец вашего ребенка? Нет, конечно. Это вообще как гром среди ясного неба. Ну, грома среди ясного неба не бывает. Ну, вот только не надо умничать. Я хотела, чтобы меня любили. А оказалось, Кутеру нужен инкубатор. У него уже была любовь всей его жизни. Это кто? Не кто, а что. Нао. Говорящая корыта на колесах. Робот, который умеет распознавать эмоции и желания. Скоро люди уже будут не нужны друг другу. А кто теперь хозяин робота? Его надо обязательно вернуть. Тихо на вторые сутки из лаборатории не выходит. Он все время в кресле спит. Ты вышел на след Юматова? Нет. Ну, я всех знакомых предупредил. Как только он выйдет на связь, мы его захватим. Робота можешь выключить и отправить к вещдоку. Он нам больше не нужен. Том такой наплел. Она очень нужна. Очень нужна. Я научу ее делать ситуационную экспертизу. Калина Николаевна, я же говорил, он не в себе. А еще в нее встроен электрокардиограф. Можно создать единую базу данных о состоянии здоровья сотрудников. И выявлять, что влияет на качество работы. Положите ей руку на грудь. Ну, в смысле, приложите ладонь к экрану. Калина Николаевна, добрый день. Давление 140 на 90. Пульс 100 ударов в минуту. Рекомендован отпуск. Умоляю, давайте оставим. Давайте ее оставим. Она может почти все. Может? Тогда пусть найдет Юматова. Замолкни, Еуда. Марк Юматов включен в экспериментальную программу «Чип во имя жизни». Что за программа? Под кожей некоторых сотрудников формулы будущего вшит медицинский чип. Контроль здоровья. И у Юматова он тоже есть. Нужно делать запрос в компанию. Галина Николаевна. Галина Николаевна? Ладно. Можешь пока ее не отключать. Дай пять. Прощальное письмо. Ухожу навсегда причина во враждебной атмосфере предательстве лжи. Ну, что он? Ну, побенился для храбрости и перерезал себе вены. Орудие самоубийства. Только странно, что крови-то на полу нет. Осколок вон, где-то кровать надо еще дойти, если он по комнате ходил. Кровь должна была. Ну, почему? Если он быстро прошел и лег, он мог и не запачкать ничего. Ручка с логотипом. Фирменная. Что-то мне все меньше и меньше нравится эта формула будущего. Так, я что-то не понял. А почему робот до сих пор Фесс Тихонов? Что за цирку странит? Робот будет проводить ситуационную экспертизу. Для нее же в лаборатории устраивается консилиум. Психолог, врач, криминалист. Угу. Добрый день, Таня. Привет. Да. Со мной не здоровается. Злопамятная сволочь. От сволочи слышу. А раньше она была немножко помягче. А в нем заложена самообучающая программа. Он становится похожим на хозяина. Рогозина хочет его внедрить к нам. Если все пройдет удачно, у нас будет новый сотрудник. Я не понимаю, но есть же установленный порядок. Зачем нарушать его? Даже вскрытие еще не закончилось. Вы готовы, Иван. Пресмертная записка написана Юматовым. А чернила? Записка написана вот этой ручкой. Вот я же говорила, что это самоубийство. А вот ваше мнение уже никто не спрашивает. Теперь робот за нас думает. Я загрузил в НАУ всю информацию. Все протоколы, допросы. Бабушкино гадание, честное слово. Юматов ушел с любимой работы. Его предала женщина. Он вынужден жить в другой стране. Женщина беременна от него, живет с другим. Он обвинен в тяжком преступлении. Именно. НАУ, назови нам причину смерти Юматова. Анализ займет на 18 секунд. Когда время идет на секунды, быстрая аналитика очень важна. Я согласна. Ваня молодец. Ответ готов. Смерть наступила от длительной сердечной тоски. Молодец, Ваня. Галь, я закончила. У него в крови значительное количество алкоголя. Он мог сам себе перерез длинный? На левой руке у него перерезан медиальный нерв. При таком ранении действовать левой рукой, а в частности, нанести ранение на правой руке он не мог. Но он мог сначала левой рукой поранить правую руку, а потом правой нанести ранение на левую. Записка написана левой рукой. Документы он всегда подписывал левой. Он левша. Вот все укладывается в версию самоубийства. Это кусочек отсюда. Синал заберут, и я не переживу. Это все от одиночества. Живешь ты не так. С работы домой, из дома на работу. У тебя времени на друзей нет. Спортом занимаешься и то один. Вот это увлечение бездушным аппаратом, это все от пустоты. Вот здесь кусочек не хватает. Юматов мог выкинуть. Зачем выкидывать перед смертью кусочек зеркала? Это можно объяснить только одним. Никакого самоубийства не было, и кусок зеркала убийца выбросил. Видимо, боялся, что на нем останутся его следы. Зеркало разбито ударом кулака в центр. Так мог ударить человек, обладающий большой физической силой. А на кулаке Юматова нет никаких повреждений. И это еще один довод в пользу того, что самоубийство было инсценировано. Крови на зеркале нет. Рука убийцы была чем-то защищена. Возможно, перчаткой. Надо поискать микрочастицы материала. Если Юматова убили, получается, что это не он запрограммировал робота на убийство. Ну, одно из другого не вытекает. Ну, хотя логика в этом есть. Юматова могли подставить под убийство кучера и убить. А мертвая оправдаться не сможет. То есть начинаем писать опять от того, кому выгодна смерть кучера. Его сожительница беременна от другого. То есть по закону все перейдет к государству. Ну, не скажи. У кучера целый криобанк в распоряжении. Предлагайте там искать наследника. В замороженном виде. Именно. Нужно поднять и изучить всю базу клиентов криохранилища. Правильно, Галина Николаевна. Может, кучер сдавал биоматериал? Наследников, может, и нет сейчас. Ну, где гарантия, что они не появятся в ближайшем будущем? Угу. А это точно? А вы можете все это документально оформить и нам выслать? Спасибо. Кучер никогда не замораживал ни эмбрионов, ни сперму. А вот его мать не была такой принципиальной. Галина Николаевна, Галина Николаевна, я только что выяснил, что покойная мать кучера заморозила эмбрионы, которые она получила путем плодотворения своей яйцеклетки спермы своего мужа. Нет, нет, нет. Это не самое интересное. Оказывается, что вот эти вот эмбрионы, ну, вот, братья и сестры кучера, они исчезли из криохранилища. Дай-ка трубку. Галина Николаевна, на осколках зеркала я обнажу черный каучук. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Гибер! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Твою дивизию. А где рука? Какая рука? Вы что, издеваетесь над калекой? Протез где? Ну, как где? Сдал в лабораторию. Он же не моя собственность. Да он стоит почти 60 тысяч долларов. Эксклюзивный экземпляр. Ты зачем убегал? Ну, на обед. Кормят бесплатно. Ну, я еще один бесос знаю, где кормить бесплатно. Пойдем. Пойдем, пойдем. Нам покушаем. Пойдем. Зеркало разбили им. Тип и состав каучука совпадает. На внешней стороне остались порезы. А еще в этом протезе компьютер. Компьютер сохраняет алгоритм работы протеза и хранит память обо всех действиях руки, времени и месяца. В лаборатории его отслеживали. Круглые сутки его и вместе с ним, так сказать, вас. Верните мне руку. У меня начинаются фантомные боли. Кто вас налил для убийства Марка Евматова? Ирка. Ирина Хохлова. Она? Да, она. Я напоил Марка и перерезал ему вены. А кто убил кучера? Она же. Это она вызвала Марка в Москву, чтобы его под убийство подставить. Как я рад тебя видеть, киборг. Как сам? Жена вернулась. Этих баб не понять. Я помню, как она от тебя ушла, когда у тебя беда с рукой случилась. Когда Ирка меня бросила и ушла к этому кучеру, я думал, конец. А нет? Нет! У меня есть высл жизни. У меня есть ребенок. Откуда узнал? Через друга. Вот, смотри. Сейчас. И вот, сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Это Ирка анализ прислала И он, как преданная собачонка, кинулся к ней Ее держали в заперти два последних месяца Она никак не могла проникнуть в квартиру Юматова И воспользоваться компьютером Мало того, она не компьютерший И не она запрограммировала робота на убийство И вас наняла не она А кто же тогда? Ну, пока не знаем Но убийца блестящий программист И он бывал в квартире Юматова Мало того, он мог украсть эмбрионы Искре хранилища И мы его найдем И будет уже неважно С вашей помощью, без вашей Так что думайте, Докучаев Думайте Она угрожала выкинуть меня Из бесплатной программы И отобрать протез По количеству специфических синтетических гормонов Мы установили, что вам была проведена процедура ЭКО Вы беременны Вынашивайте наследника фармацевтической империи Ваш подельник Докучаев дал на вас показания Вы наняли его, чтобы убить Юматова Мы нашли фотокопию заявления Марка Юматова на увольнение Оригинал был утерян Но именно оттуда была выдернута фраза Ухожу навсегда Причина во враждебной атмосфере Предательстве и лжи Да Я посадила себе эмбрионы И теперь я вынашиваю брата Артема Кучера Только моего сына Вы наследство не лишите Потому что он ни в чем не виноват Мой сын родится И унаследует все Зачем вы сделали анализ на отцовство ребенка Хохловой? А потому что я всегда подозревала, что эта шалава нагуляла ребенка И так видите, оказалась права И это дало вам прекрасный повод манипулировать Марком Выманить его из Европы И свалить на него убийство Кучера Ты, Белка, настоящий друг Благодаря тебе я ожил Завтра же пойду к Кучеру Поговорю с ним по-мужски Ребенка должен воспитывать отец Что касается этой базы данных Которую я скопировал Так я ее вообще стер Так, скажу ему, что я Был не прав, что погорячился Как думаешь, он заберет заявление? Да я думаю, да У тебя же диабет, тебе нельзя в тюрьму? Да хрен с ним, с этим диабетом Давай лучше выпьем Я такого коньяка привез Нет, 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 я коньяк не пью Мне лучше вина О чем речь? Для тебя все что угодно Сейчас все будет Юматов возглавлял Лабораторию медицинских роботов Идеальный козел отпущения Преступнику оставалось только Подобраться к его ноутбуку Взломать домашний тервер Кучера И перепрограммировать Безобидного домашнего помощника На убийство А что, роботы забирают? Будут переписывать всю системную оболочку Чтобы больше никто с помощью робота не смог напасть на человек Понятно А тебя забирают, я теперь остаюсь один Так и должно быть Я знаю, куда меня везут Я стану другой, но часть тебя будет всегда жить во мне Я буду скучать Прощай, Ваня Сочувствую Я тоже уже к нему привык Знаешь, а робот меня заставил задуматься Неправильно я все-таки живу С работы домой С дома на работу Всех друзей уже позабыл Ты недавно то же самое про меня говорила Да та проповедь, скорее покаяния Смотрите, что Нау сделал перед уходом Отличный снимок Да, отличный калаш Да, калаш В рамку и на стену повесим Да А робот-то больше похож на нас, чем я думал Ну, Калина Николаевна Себя в центре поставил Ну, точно, прям как Человек Так, что тут у нас Образец номер 67-Б Я же просил вас не звонить мне в рабочее время Вы меня подставите Я же просил вас Субтитры делал DimaTorzok Прошу, давайте все позже. Мне надо поговорить с профессором. Ну? Я не понимаю, как такое могло произойти, а? Вы же в конце концов профессионал. Старуха бывает, проруха. Вы думаете, мне охота здесь торчает целую неделю. У меня же конференция. Значит так, никому ни слова. Если кто-то узнает, у нас начнутся неприятности. Все поняли? Можете на меня положиться. Евгений Палыч, вы свободны. Вот вам бумажки на подпись. Евгений Палыч. Евгений Палыч. Евгений Палыч. Евгений Палыч. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да его задушили. Орудия убийства мы не нашли. Пока все. Так мы только что приехали. Специалист был высочайшего класса. Вы знаете, это ужасная потеря. А у вас что сотрудники проспят на рабочем месте? Нет, тут не совсем то. Тут видите ли, в чем дело. Корвекс, частная микробиологическая лаборатория в городе Чижевске. Занимается проверкой пищевых продуктов, воды, почвы и так далее. Это владелец. Соев Руслан. Что по убитому? Профессор Евгений Корольков родился в Чижевске. Переехал в Москву. Преподавал в Москве в одном из вузов. Два года назад вернулся обратно в Чижевск. Живет один, семьи нет, близких родственников нет. А зачем вернулся? Наверное, ностальгию замучило. По нашей линии он чист, как новое приборное стекло. Дело в том, что неделю назад Корольков вскрыл контейнер вне бокса. А биологический материал оказался зараженным опасным грибком. И споры распространились в воздухе. Ну, карантин мы уже, конечно, сняли. Обычно мы работаем до пяти. А вчера к шести уже все разъехались. И Корольков, кстати, был жив-здоров. А он что здесь, один всю неделю сидел в этом вот боксе? Ну, так он сам это предложил. И потом при малейших симптомах мы собирались звонить в больницу. Так, мобильный телефон, бумажник, ключ от машины, а ключ от квартиры. Да, кстати, а у вас здесь ничего не пропало? А, нет, вы знаете, все наше на месте. Я вообще ничего не понимаю. У нас здесь замки, у нас сигнализация. Посторонний сюда не мог попасть. У нас за столько лет ни одной попытки даже взлома не было. Санитары, забирайте тело, отправляйте к нам в ФС. На здании, где находится Корвакс, положила глаз одна коммерческая фирма. Давно уже пытаются выжать Соева. Статейки заказывают. А карантин – отличный повод для скандала. Соев боялся, что ему откажут в аренде. Поэтому все держал в тайне. И сотрудники тоже молчали. Ни слова в соцсетях. Ну, а кому охота терять работу? Никому. Я так понимаю, вы всю неделю работали в обычном режиме, как будто бы у вас ничего и не произошло. Да, Корольков же себя хорошо чувствовал. На конференцию вместо него поехал наш второй сотрудник, Федоров. А Евгению Павловичу помогала Савицкая, процедурная сестра. Что значит помогала? А как же этот грибок? А, так у нас вот. Есть защитные костюмы. Странно. Что? Одного костюма не хватает. Смерть наступила вчера около 20 часов. Причина смерти – асфиксия. Убийца был правшой. С правой стороны ткани сильно повреждены. В борозде есть частицы полиминилхлорида черного цвета. Похоже на изоляцию от кабеля. Следы борьбы есть? Нет, но в крови следы перотонина. Это сильное снотворное, которое продается по рецепту. Судя по концентрации, он принял его незадолго до смерти. Причем двойную дозу. Ну, поэтому он и не сопротивлялся. И убить его мог кто угодно. Даже женщина. Корвекс занимает два этажа. На первом кабинет администрации и комната персонала. Второй этаж – лабораторная комната, комната для приготовления питательных сред и стерилизацию. Ну, а также кабинет сисадмина. Как убийца мог попасть в здание? Только через главный вход или пожарный выход. Оба на сигнализации. Я все проверила, никаких следов взлома. Да, мне тоже кажется, что это кто-то из своих. Так, я протестую, это совершенно исключено. Вы же сами сказали, что посторонний попасть внутрь не мог. У убийцы был защитный костюм. А про карантин вообще знали только ваши сотрудники. Да, но я не понимаю, зачем кому-то из нас убивать профессора? Я пока не знаю. Вот вы, например, где были вчера вечером? Кто, я? Да, вы. А, ну, дома? Я живу с сыном. Правда, Кирилл в последнее время нечасто появляется. Он, кстати, тоже у меня работает. Он тоже ученый? Если бы. Он у меня компьютерщик. Если вы заметили, у нас много электроники. Я заметила. Ну, и где тот ваш злой СИС-адмен? Вы знаете, он и Эльвира Советская сегодня не вышли на работу. Кирилл дома не ночевал, наверное, опять вляпался в какую-то историю. Послушайте, он здесь ни при чем. Ну, я найду его. Да нет уж, теперь мы сами. Холодно у вас тут как-то? Что это? Мобильная Кирилла Сова пропала из сети вчера вечером, а вот с Савицкой сегодня с утра. На кабеле из Агнинской отпечатки Соева-младшего и частицы кожи Королькова. ФЭС расследует убийство в биологической лаборатории. Профессор Корольков провел неделю в карантине в герметичном боксе. Убийца знал об этом и воспользовался защитным костюмом. Под подозрением оказываются сотрудники лаборатории. Двое из них бесследно исчезли. Из института Кирилла отчислили за драки и за взлом компьютера декана. И тем не менее, отец взял его на работу в Корвикс. Там Соев-младший и познакомился с Эльвирой Савицкой. Они что, встречались? Да, вот их вчерашняя переписка. Кирилл ревнует Савицкую к Королькову, а Савицкая отвечает, что профессор прекрасный любовник. Так, может быть, Кирилл задушил Королькова из ревности? Я беспокоюсь за Савицкую. Нашли их? А, Савицкой нигде нет. Кирилл только что позвонил в банк и заблокировал свою кредитку. А откуда звонил? Из квартиры Жанны Кадышевой. Это знакомая Кирилла. Она сказала, что он домой уехал. Наши туда уже поехали. Ты где был вчера вечером? Господи, да я тебя спрашиваю! Так, стоп. Вопросы здесь мы и задаем. А вас я попрошу вот туда. Пожалуйста. О, разорался. Так где вы были вчера вечером в восемь часов? Лаборатория. Лаборатория. Профессор. Вирус. Там еще зомби поперли. Фильм «Огонь». Еще на большом экране. Понятно. У вас сколько сеанс начался? В семь тридцать. Я билет в интернете купил. Потом в бар зашел, там у меня деньги с телефоном сперли. Хотя я не знаю, может быть, сам где-то посеял. Я с утра проснулся, и, глядь, нет, ничего. Если интересно, у Жанны проснулся. Нам интересно, как ваши отпечатки оказались на кабеле, которым задушили Королькова. Вы это можете объяснить? Ну, а что тут объяснять? Я на прошлой неделе в лабе всю сетку менял. Там везде мои отпечатки. Ну и что я, идиот, что ли, собственным кабелем Корабаса душить? Подстава. Почему Корабаса-то? Ну, я его так прозвал, он постоянно всем командовал. Я его не переваривал вообще, но не убивал. Где Савицкая, знаете? Нет, мы с ней поругались. Она должна была в коттедж к Корабасу заехать. Она там приезжала, цветы полить то да сё. Золушка тоже мне. Я проверил алиби Соева-младшего. Билет распечатан в терминале кинотеатра в 7.25. Нет, Савицкой пока не нашлась. Может, ее зомби съели. Теперь понятно, куда делись ключи от дома Королькова. Он сам отдал их Савицкой. Дверь открыта. Странно. КОНЕЦ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здесь недавно что-то стояло. Скорее всего, сейф. Так, вон, обломанное сверло и стружка. Я думала, что его пытались скрыть, а потом, когда не получилось, вывезли, чтобы разобраться в спокойном месте. Угу, логично. А что это там у тебя? Ботинок. Правый, женский. И где же Золушка, которая его потеряла? Ботинок! 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 Два месяца назад Корольков продал квартиру в Москве, получил за нее около миллиона евро, кое-что потратил, но основную сумму снял со счета и никаких больше покупок или переводов не делал. Возможно, он держал деньги в сейфе. И убийство связано с кражей. Благодарю. Так, Галина Николаевна, я пообщался с соседом Королькова. В общем, утром на стоянке стоял фургончик. Есть запись регистратора. Сейчас я запись вам пришлю. Евгений Павлович попросил меня привезти ему чистую рубашку. Он такой аккуратный был. Кто его убил? Выясняем. Вы когда сюда пришли? Пришла я ровно в девять часов. Я вошла в дом, и они сразу набросили на меня этот мешок. И нападавших вы не видели? Ну, может, вы слышали что-нибудь? Какие-нибудь разговоры, клички, имена? Да. А у вас что-нибудь пропало? Да вроде бы нет, ничего не взяли. Вот только мобильник у меня почему-то не работает. Это ваше? Я не знаю. Батареи вынули. Нашла что-нибудь? Нет, они что-то готовили на кухне, но отпечатки не оставили. Даже посуду за собой помыли. Да, хозяйничали как дома. Ничего не боялись. Но они, по-видимому, знали, что профессор уже не вернется. Грабителей в кадре нет. Номер замазан грязью. Похоже, работали профессионалы. Я так не думаю. Вот такой сейф был у Королькова. Старберг, модель L10. Опытный медвежатник справился бы с ним на месте. Дверь в коттечную взломана. А ключи были только у Савицкой. Корольков рассказал ей о деньгах. И она навела воров. Всю неделю Корольков принимал витамины тертол в капсулах. А приносила их Савицкая. Так Корольков мог догадаться, что она причастна к краже. Поэтому она подменила витамины снотворные, усыпила его, а потом задушила. А нападение на нее разыграли, чтобы отвести подозрение. И сейчас она вот выйдет с допроса и поедет делить сообщниками деньги Королькова. Пусть она сначала выйдет с допроса. Я ничего не знала про деньги. Евгения Павловича я не убивала. И никакой снотворной я ему не подсыпала. Я уж с ним тем более никогда не спала. Это все бред какой-то. Ну вот же ваша переписка с Кириллом. Ну так это я все придумала, понимаете, специально. Потому что Кирилл созванивал со своей бывшей. А я просто хотела, чтобы он меня приревновал. И все. Где вы были вчера в восемь часов вечера? Я расстроилась из-за Кирилла и пошла в магазин купить вкусняшек. Али без советской подтвердилась. Есть записи с камер в магазине. У тебя что? У меня документ из почты Королькова. Последние два года он работал над своим проектом. Профессор вывел монстр в пробирки. Тот задушил его. Годная версия. Мне нравится. Но нет. Он создавал вакцину от паразитов крупного и мелкого рогатого скота. Соев предоставлял оборудование и закупал препараты. А прибыли они должны были поделить. Да. Только Корольков решил от него сбежать. Переписывался с Ретрофарм от крупной компании. Еще писал своему знакомому юристу. Хотел разорвать договор с Соевым, но так, чтобы тот не претендовал на его разработки. Понятно. А Соев узнал об этом, психанул и задушил предателя. Когда я приглашал Королькова, я обещал ему, что он сможет заниматься своей вакциной. И условия нашего договора я соблюдал. И ни о чем не подозревали. Нет, я не знал о том, что он за моей спиной ведет еще с кем-то переговоры. Но вот даже если бы и знал, я бы за это не стал убивать. Извините. Да. Я сейчас возле платной стоянки рядом с Корвекс. Соев машину оставил где-то в пол восьмого. Забрал около девяти часов. Ну а куда он мог еще пойти? Ты давай там ему это, дожимай. Ну да, да. Я вчера вечером в восемь часов вечера был здесь. Но на второй этаж я не поднимался. Я сразу прошел к тебе в кабинет. Я вот телефон забыл. Я так понимаю, все два часа его искали. Я еще просмотрел почту, выпил бокалки на. А зачем вам ультрафиолет? А что вы, Руслан Анатонович, не знаете, зачем мне ультрафиолет? Уже работаете с биологическими материалами. С ним была я. Весь вечер. Довольны? В ФЭС расследует убийство профессора Королькова. Из его дома похищен сейф, где предположительно находилась крупная сумма денег. Выясняется, что в момент убийства в лаборатории находился ее владелец Руслан Соев и его секретарша Анжелика Воронова. Анжелика Воронова, менеджер по связям. Муж, спортсмен, стрелок. Есть дочка. Казалось бы, счастливая семья. Все улыбаются. Ну, кто же выкладывает фотки, где все несчастные плачут? На одежде Вороновой следы кристаллических веществ. Она пересыпала перитонин в капсулу с витаминами. А Савицкая всего лишь отнесла ее профессору. Спасибо. Ну, что здесь? Ночевать придется, как к Королькову. Мой брак. Одно название. Муж постоянно в командировках. Вчера опять улетел. Да и любовь давно прошла. Живу с ним только ради дочери. А зачем вы подсыпали Королькову усно-порную? Если бы он заметил, что мы вернулись, он мог позвонить и помешать. А у профессора и так был сложный характер. А еще неделя в замкнутом пространстве. Он всех достал. Вы можете подтвердить, что Соев не поднимался к профессору? Нам было не до него. Послушайте, если бы Руслан убил Королькова, я бы не стала его прикрывать. Я не хочу в тюрьму. Я ищу ребенка растить. Тихонов, поставь, ты их перепутаешь. Так они же одинаковые. Даже на бирках один тот же номер. В этом все и дело. Это проба грунта. Вот этот контейнер нашли в лаборатории. Вот этот в машине в Вороновой. И на обоих контейнерах есть ее пальчики. А сами пробы не идентичны? Да, почва в холодильнике чистая, все отклонения в пределах нормы. А вот спрой без машины, повышенное содержание химических веществ, даже тяжелых металлов. Анализ грунта заказал местный коммерсант Юлий Баженов. Это его владение? Нет, участок принадлежит некой Кристине Звягиной. Баженов хотел купить его под усадьбу. И если бы он узнал о загрязнениях, то сделка бы сорвалась. Именно. Я думаю, Воронова подменила пробы для Звягиной. Да, я помогла старой подруге. Она обещала мне процент. А когда выяснилось, что Королькова задушили, у меня как гора с плеч. В смысле? Ну, я думала, что я случайно его отравила этим снотворным. А Руслан Соев знал, что вы подменили проб? Да нет, конечно. Он бы на это не пошел. У него же репутация. Я приехала пораньше в семь вечера. Корольков спал, как сурок. Все сделала и ушла в кабинет ждать Соева. Или Корольков проснулся и увидел, что вы подменили пробу. Вы испугались и его задушили. Да не было. Не было никакого Ильи. Ладно, видимо, придется... придется рассказать. Хотите в убийстве признаться? Нет, но я знаю, кто это сделал. Ну? Когда мы уходили, я заметила, что в окне Кирилла горит свет. Он был там вечером. А почему вы нам раньше не рассказали об этом? Руслан бы меня этого не простил. Все-таки Кирилл – это его сын, родная кровь. А я так. Кирилл Сойев искал в интернете информацию о сейфах Старберг. Также в онлайн-магазине он заказал себе перфоратор. Я думаю, что он как-то узнал о деньгах и решил ими завладеть. У Савицкой были ключи, он мог тайком сделать дубликат. Но сейф ему оказался не по зубам. Ну да, Корольков вот-вот должен выйти из карантина. Тогда Кирилл в панике убивает его. На следующий день находит автомобиль и вывозит сейф. Но у него алиби. Он был в кинотеатре в момент убийства. Оттуда до Корвикса 10 минут пешком. Кирилл мог после начала сеанса уйти. Не успели. Смотри, в какой ноутбук раскладил. Может, там что-то личное было? Галина Николаевна, нет у нас больше подозреваемого. Да это не мы. Он сам себя повесился и записку оставил. Так будет лучше для всех. Так, это я убил Евгения Павловича. Получается, это он меня в шкаф засунул. Но если он украл эти деньги, то зачем просил меня в долг? Когда это было? Вчера. Ему позвонили, он сказал, что задолжал и ему угрожает. Но я злилась на него, денег не дала. Пойдемте. Что у тебя за сенсация? Смотри, след от петли перекрывает другой, более глубокий. А это значит? Кирилл Сойф не покончил с собой? Его тоже задушили, а потом повесили? И случилось это как раз около 10 часов утра. Чем душили на этот раз сказать затрудняюсь? Скорее всего, струна или леска. Под ногтями есть частицы искусственной кожи. На теле гематомы они получены пару дней назад. И тогда же он серьезно повредил правое запястье. Но это он мог влезть в очередную драку, пацанчик резвый был. У Королькова повреждены мягкие ткани шеи. Наш резвый пацанчик не мог так натянуть удавку. Его подставили. Я осмотрел машину Кирилла. Кожа под его ногтями, это от обивки салона. На задней сиденье я нашел волос мужской. ДНК в базе от этого волоса нет. Убийца прятался в машине, Кирилл сел за руль. Злодей набросил ему удавку сзади, задушил. А потом перенес тело в дом. Звучит тело в дом. Галина Николаевна, Андрей, вчера вечером Кириллу звонил Виталий Лазарев. Это его бывший одноклассник, работает в автосервисе. Кирилл задолжал ему за работу? Вопрос в том, что это была за работа. У Лазарева есть брат Егор, он сейчас в больнице, рук сломал. А у этого Егора есть фургон. И имеется его объявление на сайте частных перевозок. Именно этот фургон засветился у дома Королькова. Алло, Костя, надо срочно найти и задержать Виталия Лазарева. Тихонов сейчас бросит координаты. Тихонов. Чего, больно? Больно. Ну, а че ж-то пристегиваться надо? Давай, выходи. Пойдем. Старберг или десять? Старберг. Давай. Столько денег взял, мог бы и по-человечески, суть, отпраздновать. Да каких денег-то? Ты сядь, сядь. Кирюха трепло беспонтовое. Насвистел миллионы, обещал. А бабла не было, только бумажки какие-то разные. Ты за что его убил? Че? Кирюха убили? Ты тут дурака не включай. Ты ему угрожал? Угрожал. Я только из-за него на эту уголовку подписался. Время тратил, машину гонял, спину себя сорвал, пока этот сейф тащил. А ему сказал, ты, говорю, мне компенсируй. Ну, этот, ну, этот самый, как его, ну... Моральный ущерб. Во! Вечером к нему заехал, он мне сказал, что деньги будут. Камеру вот отдал. Ну, типа, этот... Авансовый платеж. Да. Вот нафига мне его убивать? Где ты был сегодня утром? Работал. Дачнику помогал, барахло перевози. Около десяти, Лазарев был в кафе у заправки, платил карточкой. Убить своего он не мог, ну и волос в машине не его. Кирилл обещал ему деньги, но где он собирался их взять? Отец Кирилла клянется, что ничего не знает. Как и мы. Я восстановил часть информации с ноутбука. Кирилл вчера скачал программку по распознаванию лиц, но кого он искал, вот это неизвестно. А зато я кое-что нашел, в камере осталась карта памяти со снимками. В основном городские пейзажи, но вот фото с крыши коррекса. Похоже, Кирилл все время бегал туда курить. Стоп. Единственный выход на крышу, он же в другом крыле. И его опечатали полгода назад. Это сейчас он единственный. Раньше было два, в здании был ремонт, и второй выход спрятали за фальшивую стену. А Кирилл Суев его отыскал. Дверь за нарисованным очагом в каморке папы Карла. Наверное, Кирилл повесил. Он любил приколы. Тут замок, сломан, отсюда и сквозняк. Он, наверное, обнаружил эту дверь, когда возился с Новосити. Кто там? Почтальон Печка. Костя. В общем, так. Тут неподалеку дом стоит, впритык. С него можно сюда перебраться на крышу. Что, с мангоряя, я сделал. Ничего сложного. Так вот убийца и попал в здание. Слушай, там на подъезде жилого дома камера есть. В 19.40 подъезд заходит вот этот человек. В 22 он выходит и ловит такси. Если это наш убийца, куда он делал костюм из лаборатории? Мог скинуть с крыши в мусорный контейнер. Там, кстати, стоит один. Ага. И через 20 минут его вывезут на свалку. Вон он. Вот и костюмчики. Да, хорошо, поняла. Нашли таксиста, он отвез клиента в гостиницу в центр. Тут недалеко. Ну, погнали. Старлей, к нам в фейс. Срочно. Таксист дал описание клиента. И в гостинице по нему опознали постояльца. Денис Буйнов служил по контракту. Недавно демобилизовался. Прописся в Москве. В Чижевск приехал неделю назад. А уехал после убийства профессора. И как он связан с Корольковым? Боюсь, что никак. Они нигде и никак не пересекались. Киллер. Вот что, на всякий случай. Проверьте его родственников, друзей. В общем, всех. Таня, покажите Савицкой фотографию Буйнова. Может быть, она что-то знает? Да. Я видел его пару дней назад. Я тогда на работе задержалась. А Кирилл был в баре. В общем, сцепился там с какими-то местными. А вот этот вот Денис, он его защитил. И там они познакомились. То есть, вы хотите сказать, что это Кирилл привел его в Корвакс? Я думаю, что правильнее будет сказать, что это Денис его привел. Понимаете, у Кирилла он был весь в крови. И домой он, конечно, идти не хотел. А у нас все-таки аптечка есть. И умыться можно. Вот это фото тогда Кирилл мне прислал. Он думает, что это прикольно. Алло. Галина Николаевна. Слушаю. Я нашел связь. Сестра Дениса, Софья Буйнова, училась в институте, где преподавал Корольков. Ты позвонил ей? Так и некому уже будешь звонить. Софья Буйнова забеременела от Королькова, но аборт делать не захотела. Он запугал ее. Она наглоталась таблеток. Первый раз ее спасли, а ребенка она потеряла. Как я понимаю, вторая попытка суицида была удачной. Если так можно, конечно, сказать. Ну да, после этого от инфаркта умерла Александра Буйнова, мать Софьи и Дениса. Дирекция вуза настоятельно посоветовала Королькова уволиться. А потом Денис вернулся из армии и решил отомстить за смерть своих родных. Наши уже поехали за ним. Буйнов искал Королькова, а тот сидел в карантине. Буйнов об этом не знал. Ему повезло, что Кирилл подрался с гопниками. Да я не верю в эти совпадения. Скорее всего, Буйнов заплатил им денег, чтобы подобраться к Кириллу поближе. Ну, для того, чтобы по информациям все выводить. Вот он. Федеральная экспертная служба. Сержант Буйнов, не дури, бросай нож. Ну! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Галина Николаевна, волосы в машине Кирилла Соева, а также потужовые в костюме из помойки принадлежат Денису Буйнову. Да вы же сами знаете, что этот профессор натворил. Из-за него у меня никого не осталось. Это не давало вам права на убийство. Вернее, на два убийства. Кирилл Соев догадался, что вы задушили Королькова и нашел вас по фотографии. Да, он позвонил мне. Сказал, что все знает, потребовал денег. Я сказал, что привезу. Но платить вы не собирались. Решили вопрос по-другому. Решили вопрос по-другому. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он бы все равно от меня не отстал. Да все правильно я сделал. На войне, как на войне. Либо ты, либо тебя. Мы не на войне. И у вас будет время об этом подумать. Увидите. Осталась одна загадка. Где деньги к Королькову? Вот. Все деньги, полученные за квартиру, профессор вложил в Кэттен Фокс. Это же финансовая пирамида. А она самая. Оказался карабас-барабас доверчивым Буратиной. Да. Как говорится, на каждого мудреца довольно простоты. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ